Приводить город в порядок после осенне-зимнего сезона самарцы традиционно выходят в начале апреля. Ежегодный месячник по благоустройству стартовал 1 числа, и менее чем за две недели в нем приняли участие более 80 тысяч человек. Столица региона уже прошел первый средний к 5 апреля, а 8 числа горожане вышли на первый в этом месяце субботник. Сотрудники администрации, профильных ведомств, предприятий и жители Самары приводили в порядок дворы, улицы, скверы, парки и набережную, уделяя особое внимание гостевым маршрутам и территориям, благоустроенным по программам «Комфортная городская среда и содействие». Также с 1 апреля начались работы по ремонту дорог картами, горячим асфальтобетоном. В работе уже 5 объектов. Это улица Береговая, которая сегодня у нас, уже там один из основных объектов, Республиканская, Алматинская, Театральная и Гвардейская. Дальше работы будут, соответственно, продолжаться. На прошедшем субботнике были выполнены работы по подметанию и мойке пешеходных ограждений, сбору и вывозу зимних накоплений, прочесыванию газонов, санитарной обрезке деревьев и валке аварийных. Собрать с городских территорий удалось более 5000 кубометров мусора. Также проводилась очистка опор уличного освещения, уборка трамвайных путей и остановочных павильонов. Особое внимание уделили скверам. Здесь обновили и отремонтировали малые архитектурные формы, урны, скамейки, ограждения, элементы детских и спортивных площадок. К 9 мая надо проконтролировать все объекты наши мемориальные, все памятники, все доски. Посмотрите фасады. Если есть какие-то замечания, но своевременно в рамках компетенции информируйте. По фасадам зданий тоже обращаю внимание. Граффити зарисовываем, столбы чистим, заборы восстанавливаем, закрашиваем, где есть граффити. Обсудили на совещании в мэрии и работу муниципальных ярмарок на территории Самары. В настоящее время в столице региона действует 12 круглогодичных ярмарок с общим количеством 554 места. Начались работы по переоборудованию некоторых из них. Открытие в новом формате состоится к концу мая 2023 года. А с 16 апреля начнется цикл тематических мероприятий на площадке ярмарки Киевско-Тухачевского. В рамках мероприятий планируются ведущие, музыкальное сопровождение, проведение конкурсов, бесплатное угощение и дегустация для гостей блюдами, приготовленными и с продуктом, который реализуется на данной площадке. Кроме того, в 2023 году планируется проведение 10 сезонных муниципальных ярмарок с общим количеством 421 торговое место. Также, благодаря раннему потеплению, судоходство на реке Волга началось раньше обычного, поэтому традиционная сувенирная ярмарка на Максима Горького начнет свою работу с 15 апреля, а не в мае. Сувенирные домики уже доставлены и обустраиваются. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События.